Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы познакомим вас с подробностями бурной биографии женщины, которую знала буквально вся наша бывшая страна. Самоотверженная Элена из семейных уз и взбалмошная, но ужасно симпатичная Иветти из Клона, они были вхожи в каждый дом и стали практически членами каждой советской семьи. И вот что же сама актриса? Можем сразу сказать, что ее жизнь может стать спокойно сюжетом для сериала и сериала увлекательнейшего. Вера Лусия Фишер родилась в 1951 году в городе Блуменау в Южной Бразилии. Родители ее были немцами, и сама Вера говорила, что папаша был откровенным нацистом и даже заставлял ее изучать труды обожаемого фюрера. А когда дочка отказывалась, ее били. Но при таком воспитании могут вырасти или забитые, абсолютно послушные дети, или бунтарей, делающие все назло тиранам родителям. А Вера была настоящей бунтаркой. И первым ее возлюбленным стал чернокожий юноша, просто чтобы позлить родителей и окружающих. Но во взглядах на будущую профессию родители и дочь сошлись. Мать ее была очень увлечена театром и мечтала, чтобы дочка стала актрисой. Путь к мечте лежал через конкурсы красоты. Сначала Вера стала участвовать в местных конкурсах и стала Мисс Бразилия. И даже пробилась в полуфинал конкурса Мисс Вселенная. Хоть победительницей Вера не стала, но титул Мисс Фотогеничность она заработала. Кстати, несмотря на свою сказочную внешность, которая предполагает небольшой ум, Вера была девушкой умной и закончила историко-философский факультет Университета Санта-Каталины. А потом пошел черед кино. На серьезные роли красотку не брали. И она пошла сниматься в кино эротическое. Какой кошмар, скажут некоторые, и будут абсолютно неправы. Можно, конечно, скромно сидеть и ждать, когда тебя позовут на главную роль, или играть зайчиков, или кто-то у них в Бразилии дикие обезьяны, но у Веры характер был совсем не такой. Хоть в порнухе, но королева. Расчет оправдался, и через пару лет Веру пригласили на телевидение. Но с тех пор так и пошло. 18 фильмов и 15 телесериалов. Лицо на обложках журналов и всемирная слава. Как классно, скажете вы, и опять же будете неправы. Жизнь у Веры похожа на американские горки. То вверх, то вниз, а потом опять вверх. Первым ее мужем был Перри Салиш. В него Вера влюбилась сразу, как только увидела. 16 лет они прожили вместе, и в браке родилась дочь Рафаэла. И все было замечательно, пока Вера не встретила Филиппе Камаргу. Развод с Перришем был тихим, пара решила не скандалить и расстаться цивилизованно. В новом браке Вера родила сына Габриэля. И все было замечательно. Но потом что-то пошло не так. И Вера начала заливать неприятности вином. И не только вином. Дошло до того, что студия Глоба расторгла контракт с Верой, потому что актриса просто не могла себя контролировать. И приходила на съемки пьяной. Семейная жизнь тоже распалась. Филиппы отнял у Веры сына. И она могла встречаться с ребенком только раз в 15 дней. Все это кончилось чередой наркологических клиник, в которых Вера провела почти три года. И за которые студия Глоба заплатила 25 тысяч реалов. В 1998 году Вера выходит из клиники и вновь получает работу на Глоба. Как раз тогда она и снимается в самых своих знаменитых ролях. Заводит нового возлюбленного и позирует для журнала Playboy. Эти съемки были настоящим испытанием для Веры. Ведь ей было уже 49 лет. Но она со свойственной ей храбростью сделала этот шаг и не прогадала. Многие женщины восприняли эти съемки как откровение для женщин этого возраста. Не бояться своего тела. Вот чего хотела сказать этими съемками Вера. Она сказала, что с детства привыкла ходить по дому обнаженной. И ничего грязного и неприличного в этом не видит. Ну да, снималась в молодости порнофильмах. И что с того? Депиляцию не сделала. Ну а кто сказал, что это полезно? Казалось бы, все отлично. Все, да не все. Личная жизнь Веры опять дала трещину. Ее возлюбленный Флориану Пейштоу бросил ее. Вера говорила, что чувствовала себя отвергнутой и униженной до такой степени, что больше никакой любви не хотела. Но долго одна она не осталась. И парни пошли нескончаемым потоком. Парни, потому что каждый был моложе Веры лет так на 15-20. Вера как будто хотела убедить себя и окружающих, что еще молода и желанна. Рейнальду Дженикини, с которым она познакомилась на съемках «Семейный хус». Мурилу Роса, Алешандре Монтеиро, Паулу Серра, Маркус Паулу и в очередной раз реабилитационная клиника. Уже третья по счету. На этот раз на два месяца. Вера откровенно признала свою проблему и сказала, что главное не закрывать на это глаза и бороться. Друзья не бросили и дочь сыном поддержали. И что же теперь? Ну, а теперь работа. Работа, которая спасает. Новелла Сальве Жоржи и книги, которые Вера пишет. И много лет творческой жизни впереди. Ведь в 62 года жизнь только начинается. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.